ребят привет всем вы на канале houseplots как всегда бардак как всегда все не запланировано а спонтанно поэтому бывают косяки я хочу как раз таки вас значит извиниться перед вами за видео которое недавно было вот здесь вот с ремешком который висел здесь вот было конечно же это не специально сделано мною было увидено достаточно поздно ну то есть уже там гневные комментарии пошли и так далее вот и вы знаете сначала хотел удалить и перезалить а потом думаю а вот и нет вот и нет и это мне позволило скажем так сделать такую этническую чистку на канале то есть людей которые мне меня вообще лишили такое право на ошибку на эти такие люди были в комментариях это ты чё там вообще попутал ты чё нас вообще в упор не зыришь там фигню там выставку то ну короче такие были комментарии очень гневные вот и я этих людей посчитал для себя неадекватными и удалил и вот потому что знаете там были такие которые буквально еще вчера писали что что-то давно розыгрыша не было а сегодня даже мне права на ошибку не оставили то есть пошли нахер такие подписчики если кто-то думает что я там за подписку готов там в попу целовать всех то это большая ошибка вот я за подписчиков я хочу чтобы подписчики на моем канале были адекватные и вот ну и вот вот такой остальным значит и говорю что я извиняюсь конечно же да ну вот ну так бывает так бывает когда мало времени у человека а у меня его катастрофически не хватает ну ладно давайте смотрим что найдено было в этот раз давайте сначала посмотрим мелочи потом я вам покажу кое-что что лежит здесь поговорим об этом и потом дальше продолжим и так у нас тут пару телефончиков телефончики конечно убитые убитые вот такой samsung сюда вот такой samsung тоже тут пополам переломанный вот естественно на запчасти только там какую-то возможно кто мелкую запчасть можно с ним вытащить использовать поэтому тоже убирают и вот еще интересно нокия смотрите вот он он вот так вот разбит у него блин дисплей тут чуть ли не вываливается блин но он еще работает причем когда я включал сейчас попробую еще снова включить так или так а вот здесь ну не знаю не хочет сейчас реагировать ни на что но когда он включился у меня первый раз я даже на него фотки посмотрел то есть он реагирует даже на тач это у нас было nokia вот nokia вот такая там стоит microsoft вот это вот windows какой-то да windows windows телефон здесь вот ну опять же разбит разбит но вот внутренности у него уцелели все работает да то есть его можно как бы оставить на вот видите вот он сейчас так вот так и вот видите да то есть даже фотки можно видеть он реагирует на все хотя разбит напрочь многих телефонов тачскрин не работает блин после одной трещины а этот вот он то есть но такой телефончик все фотки все данные там остались короче ладно мы его не будем показывать что там есть положим кому на на запчасти тот заберет вот и еще у нас вот такие вещи давайте вот две два жестких диска один такой 160 гигабайт и один тут по моему 320 гигабайт тоже ну надо проверять вот дальше у нас вот такой фотоаппарат если кто-то не видел не знает что за фотоаппарат решил взять показать хотя в принципе знаете как бы изначально взял потому что иногда такие фотоаппараты бывают еще и дорогие да то есть допустим есть старые фотоаппараты от фирмы полароид да они до сих пор еще есть дорогие фотоаппараты то есть продаются неплохо но не все есть конечно дешевые есть единственные модели серьезные и там они сейчас до сих пор продаются за серьезные деньги смотрите у него здесь батарея стояла здесь у него водоконтроль вот но если мы здесь откроем вот так вот так сюда оставлялась кассета и тут вот так бумагу перемоталась в общем такой парад взял его посмотреть что за фигня вот но естественно что увидел что такие фотоаппараты вообще не продаются если продаются то 1 2 евро за не дают вот поэтому даже заморачиваться с ними не буду просто выкинули вот это взял так что показать вот а тут у нас значит нету припряток кое-что помните он говорил мы такую ведем сейчас я веду такую типа добросборку добросборку я извиняюсь за этот термин он не мой поэтому я извиняюсь что повторяюсь за одним значит известным тоже блогера вот но тем не менее это она и есть добросборка такая это компьютер который я пообещал собрать для человека который инвалидом является который довольно юном возрасте так немножко пострадал и ну не может сейчас себе позволить и физически не может себе позволить заработать такие вещи то есть я вам пообещал я помню все и вот данный момент помните я говорю что сделаю этот компьютер поставлен у него дисплей дисплей я действительно уже поменял вот он сейчас стоит но сейчас мы попробуем включить вот видите все нормально все он это сам реагирует так сейчас он пишет что здесь короче нету жесткого диска либо нету кого там оперативная планета как операционной системы ну в общем жесткий диск там стоит я его поставил там какой-то нашел не знаю но видимо с ним проблемы либо там что-то еще что у нас еще нужно вот эту крышечку найти сюда либо целый лофт вверх поставить ну целый лофт вверх не знаю как это когда он найдется но в общем пока вот так блок питания тоже на я принципе тоже немножко почистить вот в основном в основном все нормально значит что 4 гигабайта памяти сюда поставил ну в общем вот такой нормальный средненький компьютер именно для для простых задач вот так что мы ничего не забываем все у нас идет в процессе ладно это находки прошлые дни мы их убираем сейчас и переходим к следующему что у нас дальше вот такой вот большой ноутбук на 1 от фирмы medium на вид вроде бы ничего весь хороший открываем здесь он смотрите даже вот такая штука здесь висит вот он довольно киев довольно таки уже не не свеженький ну как в каком смысле не свеженький смысле что не такой уж он модерновый здесь стоял видосвиста то есть еще такой вот так если если бы у нас сейчас подошла давайте попробуем включить может быть подойдет у нас эта зарядка если нет значит не будем париться да она подходит поэтому мы сейчас даже может сразу взять включить посмотреть включается ли он там жесткий диск отсутствует и крышечка отсутствует но я думаю что не помешает включается лампочка засветила синим но дисплей остается темным вот а нет вот засветила все нормально это тоже значит рабочий его нужно только русский диск поставить и и крышечку на него найти то есть нормально давайте мы его здесь уберем у нас еще один есть тоже интересно но немножко с проблемами вот так вот у меня значит ребята всегда у меня очень мало места и очень мало времени вот но тем не не стараюсь стараюсь смотрите вот такой вот вроде бы как бы он интересный был но здесь уже смотрю что так поразбирали думаю что здесь дисплеем тут уже уже ловить нечего тут пытались снять ну разобрать и снять пытались внутренности да вот и в какой-то мере у нее даже это получилось то есть жесткий диск сняли мне интересно добрались ли они до оперативной памяти я думаю что нет потому что вот вот эту штуку как как не сняли как она стояла так и стоит вот видите здесь кстати забыли открутить винты поэтому она так вот и не снялась но это и хорошо мы сейчас попробуем снять снять материнскую плату посмотреть что там есть материнская плата у нас здесь несколько болтов нужно открутить обычно таких ноутбуков ну я думаю что четверочка должна стоять оперативки здесь как минимум поэтому стоит того чтобы заморочиться заморочиться для того чтобы разобрать разобрать его на части так здесь этот кусочек вот наконец-то наконец-то он ушел так теперь мне нужно мои волшебные очки одеть посмотреть где тут еще вот еще волкик вот ну тут конечно фиксик какой-то полазил нехило вот поэтому естественно тут на восстановление вряд ли что вряд ли что ну лично для меня вряд ли что понадобится хотя возможно здесь вот материнская плата допустим возможно даже еще и не пострадала то есть как бы она была еще закрыта вот но так как я не могу это проверить гарантии не могу дать поэтому мы сейчас просто разбираем смотрим где у нее там оперативка была осталось ли она так вот здесь эту штуку тоже надо снимать кстати это у нас по моему вай-фай адаптер тоже младену и теперь надо здесь все вот эти штучки отключить еще одно отключаем сам ноутбук был неплохой да когда то еще так смотрим что у нас бах вот она оперативная память стоит вот и здесь судя по вот этой картинке здесь должен был быть неплохой процессор стоять но он впаян в материнскую плату поэтому вряд ли получится его освободить его ребят смотрите аж на 8 гигабайт стоит здесь оперативочка поэтому очень зачетно очень зачетно не зря я заморочился с этим ноутбуком поэтому все отлично вот материнская плата я же говорю что гарантировать ее сохранность не могу совершенно так как не уверен я что она изначально вообще работала то есть для чего то компьютер разобрали может быть у него она уже с проблемой было может быть ей проблему сделали когда его разбирали вот так похабно ну чем как бы там ни было сейчас вот эту открутим еще штучку посмотрим на саму на сам процессор винтики кстати мне кто-то говорит что ты винтики не берешь я беру ребят винтики только это вот так вот в конце когда поработаю знаете вот так прям сгребаю в этот в ладонь и скидываю там один как бы ящичек небольшой они там у меня разные когда у меня есть проблема с винтиками там нужны винтики для чего-то я достаю этот ящик и начинаю долго и нужно искать в нем все вот так это выглядит так но это вот такой здесь значит процессор на нем ни хрена а вот есть что-то написано давайте наверно прочитаем кстати а м дешка стоит у него а м д сейчас я возьму лупу где она где моя вот и постараюсь прочитать что там запрос был значит а м д 2012 год модель наладия и здесь написано а м д а м 52 д ну в общем еще всякая всякая фигня давайте я может покажу может быть сфокусируется этот камера в общем вот такая м дешка не знаю видно вам не видно вот довольно таки маленькая ну что жалко конечно ну ничего не поделаешь вот но остальные запчасти мы выкидываем здесь больше в принципе взять то и нечего это это и это и вот это вот так крышка тут тоже убита тут короче не знаю кто разберу так это варварским методом вот видите когда у меня остаются много винтиков я их потом вот так хоп 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 вот так раз вот ну что там осталось что там на пол упало это уже мне не интересует и кидают специальный ящичек сейчас я вам покажу следующие находки смотрите в прошлом видео я нашел прибор саба то есть там был усилитель саба вот такого типа в этот раз саба такого же типа да как усилитель только уже как его называют тюнер тюнер и самое интересное что не были они выкинуты как бы вместе это по одиночке были выкинуты но интересно может быть одним и тем же человеком в разные дни потому что если бы я увидел тогда сабу саба усилок да и саба тюнер я бы взял оба вот но я их не вижу вот мы сейчас попробуем вот так вот сделать как и обычное дело просто проверить да вот так вот хоп так что-то туговато заходит ну сейчас включим если свет не выбьет значит все нормально вот немножко в сторону да вот он включился кстати у него такая же проблема как и как и на том смотрите у них наверно болезнь это да кнопка on off что там была вот она вот так включается а должна потом выключаться но она как бы с ее нужно это очень резко бросать то да она выключается то есть я думаю что это от времени такая проблема происходит вот вот теперь она уже ну еще не совсем но в общем интересный тюнер вот тут что-то отсутствует наверно наверно такая тоже кнопочка вот такая вот такая в общем что-то отсутствует здесь к сожалению вот ну в принципе все нормально ну ну смотрел я уже в ebay такой тюнер он недорого стоит ребят но если вот этой штуки нету то вообще его нереально продать за какие-то там ну может быть возьму за какие-то маленькие деньги на запчасти вот поэтому я там тоже проблема с кнопкой здесь мне кажется кнопочка все-таки лучше чем там вот она уже работает вот из этих двух приборов буду собирать один хотя бы да и хотя бы один должен быть значит в отличной форме вот выключаю его ну естественно там поснимаю кое-какие запчасти лампочки все это всегда пригодится вот убираем его в сторону если кто-то сейчас не понял если кто-то сейчас не понял о чем я говорил это вот он вот он усилок и он у меня сейчас только что упал в общем блин ну да да бывает и такое посмотрим что с ними делать короче вот здесь тоже кнопка вот она тоже плохо работает в общем будем смотреть есть чем заняться здесь это что плохо здесь была царапина одна и второй вот такой как бы скол сам усилок там в принципе классный он и выглядит так серьезно и и тяжелый он и я считаю что он ну как бы мощный должен быть тут вот написано максимально 250 220 ну да тут даже схема наверху написано на рисунок вот в общем решим решим что с ним делать месяц есть интереснее еще вещи сейчас покажу так так чтобы ничего не уронить хотелось бы все сохранить все сохранить все сохранить все запуталось все запуталось как же это без этого я еще раз извиняюсь за задержку вот наконец то размотал вот смотрите вот такой еще очередной аппарат вот такой пионерчик у нас найдет опале включается давайте сейчас кассетку у него вставим и попробуем я уже тоже значит пробивал его по по так сказать базе данных и хочу вам заметить такой аппарат если он рабочий он все таки еще стоит денег так хочу кассету хорошую не какую-то убитую а вот нормально вот это сл так и включаем где у нас где у нас включение ну да рабочий ребят это зачетно это офигенно вот такой аппарат еще значит вполне себе реально продать за ну до 50 евро цена доходит поэтому поэтому зачетно по-любому вот так стоп перемотка работает работает ну и все в принципе мне больше от него ничего не нужно кассетку сейчас достанем приятный такой аппаратик красивый пионер сейчас я вам скажу модель его модель у нас ст ст 1080 р вот что хочу сказать зачет зачет вот еще это хотелось бы ну в принципе как бы у у него у него видели здесь на индикаторе на индикаторах у него на индикаторах у него бегали короче стрелочки там шевелились это значит что он выдает музыку сейчас включим попробуем вот слышите да ну вот не не все нормально все отлично сто процентов все так стоп и мы его убираем то есть это уже по-любому находка зачетная вот мы его вот так в сторону сюда потому что у нас сейчас будет еще кое-что смотрите по моему из этой же линейки вот такой тюнер тюнер пионер тоже да и значит его у нас модель F551 сейчас тоже включим посмотрим ну да тюнер тоже у нас рабочий все ловит на кнопочки реагирует все нормально короче я тоже даю гарантии 99,9 надеюсь что с ним все в порядке так вставим его в ряд с этим и у нас ребят к дополнению дополнение ко всему еще вот это у нас уже усилитель пионер пионер а 110 простенький аппарат но он тоже скажем продается довольно таки бодренько и хорошо и мы включаем все нормально все отлично сейчас значит я подключу все три вот этих аппарата к усилку и мы проверим как это работает вот 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 такая стоечка линейка у нас найдена так пока я отключусь и мы вернемся я верну чуть-чуть позже когда все будет подключено ну что ребята вот все подсоединил и еще я решил сразу проверить вот эти вот две колонки которые нашел еще раньше от фирмы Heco или как правильно читать Heco не знаю как на английский это звучит на немецкий звучит как Heco вот и что узелок как бы тон идет кстати тут он с пионером работает этот кассетная дека давайте мы сейчас кассету сначала попробуем послушать на ну да две колонки оба канула работает все нормально вот это уже и сейчас мы попробуем включить еще тюнер где вот да И тюнинг пытается поймать что-то, то есть мы можем попробовать, конечно же, тюнинг. Запустить, но вряд ли он поймает в подвале без антенны что-либо. Нам это особо и не нужно, я слышу, что он работает, что все нормально, все отлично. Колонки тоже работают зачетные, я даже, не знаю, может быть поменяю мои здешние на них, потому что как бы они поменьше, меньше места занимают. Но нет, тюнинг я вижу, что не работает, давайте мы остановим. Остановим тюнинг, попробуем еще раз включить у нас тейп. Ну вот, да, все замечательно, смотрите. В общем, вот такие у нас сегодня были на обзоре находки. На этом я хочу закончить видео. Желаю вам всем удачи, ребята, будьте адекватны, и все у нас получится. Всем удачи и до следующего видео. Продолжение следует...